Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, мы празднуем Великий Двунадесятый праздник – Вход Господень в Иерусалим. И апостольское чтение, которое было предложено нам сегодня за Божественные Литургии – это небольшой отрывок послания апостола Павла к христианам, жившим в городе Филиппах на севере Греции. И апостол говорит в этом послании удивительные по глубине и значимости слова. Мир Божий, который превышает всякое человеческое разумение, да совершит, то есть усовершенствует, сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе Господе нашим. Почему этот отрывок читается сегодня, когда Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим? Совершенно не случайно. О каком мире Божьем, который превышает всякое человеческое разумение, говорит апостол Павел? Что это за мир? Несомненно, что речь идет о системе ценностей, которые превышают всякое человеческое разумение. А что же это такое? Но неужели пытливый человеческий разум никогда не открыл того, что как бы до сих пор для него остается тайной? Но ведь так все ясно, что такое ценности. Это описаны и философами, и учеными, это вырастает из человеческого опыта. Они могут быть более возвышенными, менее возвышенными. Они могут быть более духовными и более материальными. О каком же таком мире, который превышает всякое человеческое разумение, говорит апостол Павел? И почему Церковь напоминает об этом в день, когда вспоминает Вход Господень в Иерусалим? В тот самый день Господь, незадолго воскрестивший Лазаря из мертвых, вступает в столицу иудейскую в преддверии праздника Пасхи. Можно себе представить человека, который бы не то, что воскресил мертвого, не дано такое людям, но который бы сделал невероятный поступок, более или менее соизмеримый по значению с воскресением человека из мертвых. Ну, например, спас народ, государство от гибели, от смерти, дал возможность жить людям. Или предотвратил страшный природный катаклизм, который мог бы унести огромное количество жизней. Как бы чувствовал себя этот человек, даже будучи очень скромным? Он, конечно, понимал бы все значение того, что он совершил. Как понимали те жители Иерусалима, что Иисус совершил нечто, выходящее за пределы человеческого опыта. Он воскресил покойника, который стал смердеть, который более трех суток, Четверодневный Лазарь находился в гробу, в городовой пещере. Это не только что умершая дочь Иаира, по поводу которой могли еще размышлять, умерла она или сознание потеряла. Это даже не отрок Иаировой вдовы, который сразу после смерти по восточному обычаю был изнесен для погребения. Может быть, он еще оставался теплым. И тоже могли быть разные мысли. А умер ли? А он, может быть, просто действительно спит в каком-нибудь литургическом сне? Ничего подобного с Лазарем. Это разлагающееся человеческое тело. Это пелины, которые, конечно, слиплись в этом трупном яде. Это зловоние, которое убеждает сильнее всего, что перед вами умерший, давно умерший человек. И Христос силой своей воскрешает Лазаря из мертвых. Это событие взбудоражило весь Иерусалим. И когда через несколько дней Господь, посетив того самого Лазаря, которого воскресил из мертвых, и сестер его, Марфу и Марию, после трапезы в узком, можно сказать, семейном кругу, потому что Спаситель любил эту семью, вступает в Иерусалим, то вот здесь и происходит нечто, почему мы читаем сегодня строки из апостола Павла. Христос явил что-то, что превосходит человеческое, всякое человеческое разумение, что невозможно объяснить просто скромностью. Он не входит в Иерусалим как триумфатор, хотя что можно было сделать больше, чем воскресить разлагающийся труп? Он входит в Иерусалим скромно, въезжает на обычном осле, как это делали-делали в то время, да и сейчас делают, на Ближнем Востоке. Многие простые люди, самые, что ни на есть, бедные. И когда народ кричал Асанна, то есть да здравствует сын Давидов, обращаясь к нему как к преемнику Давида, а значит к кандидату на то, чтобы быть царем, люди срывали с себя одежды, постилали их под ноги Спасителя, срезали с деревьев ветви, бросали эти ветви и встречали его как победителя, полководца, как триумфатора. И в ответ на это смиренное восседание на осле, что означало отвержение всяких человеческих почестей, что означало свидетельство Христа о ином мире, который превышает всякое человеческое разумение. Его поступок разрушал логику, такого рода события разрушал принятый в то время сценарий, ты победитель, мы перед тобой преклоняемся, прими наши почести и как благородно нередко, но с другой стороны и с гордостью принимали полководцы-триумфаторы такие почести. Господь все это своим смиренным поступком в Иерусалим отрицает. Свидетельствуя о том, что то, что так важно для людей, так вожделенно для людей, ведь многие полководцы ради этого мгновения и подвиги свои совершали, и жизнью рисковали. Все то, что так ценится людьми, не имеет никакой ценности в очах Божьих, потому что Божий мир превозмогает и возносится над всяким человеческим разумением. Это иная точка отсчета, это иной угол зрения, это иная система ценностей. Казалось бы, после смерти, воскресения Спасителя, после основания Церкви и Церковь Христова, и мир, просвещаемый Церковью, должен был бы так впитать все эти божественные истины. На самом же деле ничего как бы и не изменилось, и опять люди во имя славы, богатства и власти готовы жертвовать своими жизнями и с наслаждением воспринимают всякое поклонение со стороны других людей. Как это тешит душу, самолюбие, кроме того, дает рычаги, некие властные, способность устанавливать отношения с другими с позицией силы. Я ведь не простой, я выпадаю из этого круга людей. И как мы часто отдаем лучшие годы своей жизни, лучшие силы свои, для того, чтобы скрыто, может быть, не признаваясь даже самим себе, утешать себя поклонением со стороны других людей. Сегодня мы рукоположили епископа, владыку Игнатия, и как вы слышали в своем слове, я пытался ему сказать о том, что быть святителем означает жить иной жизнью. Какой иной жизнью? Ведь каждый человек из плоти и крови, он ест, пьет, он общается с другим, он смеется, когда ему смешно, он радуется, когда радостно, он скорбит, когда есть скорбь. И это невозможно оторвать от человека, это есть часть человеческой природы. Но епископ призван жить в мире Божьем, в иной системе ценностей. И по природе своей, воспринимая все то, что свойственно человеку, он одновременно умом и сердцем, как говорит апостол Павел, должен быть в ином мире. Но ведь это касается не только епископа, это касается каждого человека, кто хочет быть счастливым. Потому что мир Божий это и есть спасение, мир Божий это и есть блаженство, мир Божий это и есть человеческое счастье. И как же трудно увидеть это счастье, рассмотреть его в круговертии в нашей повседневности. Вот почему необходимо обращать свой ум к Богу, читать Священное Писание, посещать Божий храм, питать себя таинствами Церкви, чтобы, несмотря на все это притяжение, традиции, обычаев и даже просто человеческой плоти, иметь внутреннюю силу подыматься выше, к небу, входя в Божий мир, который превосходит всякое человеческое разумение. Всему этому мы научены сегодня великий праздник входа Господня в Иерусалим. Сохраним в уме и в сердце нашем то, чему мы научены. Попытаемся и мы, подобно Христу Спасителю, подняться над повседневностью, обрести некий иной взгляд на мир, на окружающую нас действительность. И что очень важно на самих себя. И соединив эти попытки с горячей молитвой к Богу, да обретем то богатство, ту радость, ту красоту бытия, которая открывается нам в Божьем мире. Аминь. С праздником всех вас поздравляю! Аминь. 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 Аминь.